Всем привет, Вася, с вами Женя. Короче, вы хоть раз в жизни видели человека, у которого нога больше, чем моя Ксюха, Вася? Не? А я и видел. Значит, недавно посетил чемпионат Украины по бодибилдингу, Вася, и потащила меня на это мероприятие Ксюха, Вася. Ну, чтоб я, типа, посмотрел и, так сказать, получил мотивацию для занятия спортом, Вася. Значит, я вам так скажу. Ничего кроме морального унижения, Вася, я там не получил. Вот. Значит, пришли туда на этот чемпионат, я сразу увидел этого, мужика в стринах. Говорю, ну, слушай, братан, ну это же не по-пацански, в конце концов. Предъявил ему, Вася, эту, значит, тему. Ну, и дальше могло быть два варианта. Либо он мне ногу сломает, либо руку. Благо, что они думают долго, так мы с Ксюхой успели отпетлять, Вася. Вот. Значит, подхожу к одному мужику, спрашиваю, ты зачем этим занимаешься, Вася? Ну, бодибилдером, он говорит, я хочу быть, как мой кумир Шварц, Вася. Хочу быть сначала бодибилдером, Вася, потом актером, потом губернатором, Вася. Я говорю, слышь, в нашей стране, чтобы быть губернатором, надо быть грузином, Вася, а не бодибилдером, в конце концов. Значит, подхожу ко второму, говорю, а ты че, зачем ты этим занимаешься, Вася? Он мне говорит, ну, просто, говорит, люблю железо таскать. Я говорю, ну, и сколько ты таскаешь? Он говорит, 200 килограммов за раз. Прикиньте, Вася, 200 килограмм за раз. Их там человек 50. Это они за одну ходку могут завод, Вася, вынести на металлоприем. В общем, я понял, Вася, что за свою жизнь настоящий бодибилдер должен сделать три вещи, Вася. Значит, это вырастить трицепс, построить прямо пропорциональное тело и посадить печень, Вася, потому что стероиды хаваешь, Вася. Кстати, знаете что, там не только мужики занимаются. Я, кстати, на этом чемпионате встретил настоящую тургеневскую женщину, Вася. Причем, судя по ее виду, она не только коня может на скаку остановить, а потом еще с этим конем подходов 10 сделать, Вася, на грудь. Конечно, с другой стороны, с такой женой проще будет, знаешь. Ну, за нее переживать не надо. Ты переживаешь за тех, кто к ней захочет подкатить, Вася. Кстати, там еще на этом чемпионате такой прикол был. Значит, ты как любитель, Вася, можешь показать свое тело. Значит, я показал. И знаете что, мной заинтересовались. В первую очередь, заинтересовались врачи, Вася, потому что у меня какая-то сыпь на спине. Вообще, конечно, я благодарен своей Ксюхе за то, что она меня притащила на этот чемпионат. Я понял, что если у меня будет сын, он никогда не будет бодибилдером, потому что малой должен бегать мне за пивом, а не я ему за протеином. С вами был Жека. Живите четко, Вася, и не качайтесь. Петрович, что ты делаешь, Вася? Качай по 30. Я пока пойду 50-шку тяплю.